Друзья, привет! Сегодня на другой кухне невероятная выпечка. Вот такие вот багеты-пироги. Мама дорогая, очень вкусная начинка, обалденное тесто, и все готовится легко и просто. Сейчас расскажу. Начнем, как обычно, с теста. У меня 110 граммов кукурузной муки. Сюда же добавляем столовую ложку сахара и чайную ложку соли. Сегодня буду использовать сухие дрожжи. Пол чайной ложки будет достаточно. Перемешиваем и добавляем стакан теплой воды, 200 миллилитров, и сюда же стакан теплого молока. Перемешали и оставили минут на 10-15. Пускай дрожжи разойдутся и начнут работать. И вот сейчас уже можно добавлять муку пшеничную. 420 граммов добавляем и замешиваем тесто. Тесто получилось мягкое и слегка еще липнет. Мы продолжаем. 50 граммов сливочного масла я залил растительным маслом, горячим. Помешиваем, пока сливочное масло не растворится. Тесто стараемся разделить на 4 равные части. Каждую заготовку формируем вот в такой колобок и отправляем в масло. Хорошо смочили. Возвращаем на доску. Накрываем пленкой минут на 20, пока мы будем с вами заниматься начинкой. Для начинки нам понадобится лук. Я возьму 3 штуки, вот такие луковицы. Порежем их перьями. И немного тыквы. Тыква домашняя, с летних запасов. Берем пару ложек нашей смеси масляной и отправляем туда лук. Тыкву я взял небольшой кусочек и порезал вот такой вот соломкой. Отправляем ее к луку и обжариваем это все минуты 4. Ждем, пока лук станет прозрачным, не более. В конце добавляем черный перец, соль. Все это дело по вкусу. И зелень петрушки. Я ее мелко порубил, ну, относительно мелко. Все хорошо перемешиваем и начинка готова. Ух ты, классно! Даем ей остыть. Пока начинка остывала, тесто я разложил на столе и еще немного смазал смесью масел. И теперь оно вот так вот легко и просто растягивается руками. Друзья, это волшебство. Каждый раз удивляюсь, полежит тесто в масле. Делай с ним что хочешь. Стараемся растянуть в прямоугольник, после чего слегка присыпаем кукурузной мукой. Делаем такую вот прослойку. Складываем. Ну, формируем такой конвертик. Здесь еще немного муки. Таким образом мы с вами сделаем много-много слоев. Еще вот так немного муки. И можно заворачивать. Раз. Раз. Заготовочки готовы. Заготовочки готовы. Теперь вот такие вот квадратики оставляем минут на пять. Пускай отлежатся. Пока мы все остальное с вами подготовим. Раскатываем в прямоугольник. Начинку делим на четыре части и выкладываем на край. Друзья, каждый, кто хоть раз в жизни пробовал самсу с тыквой, знает, что вот это сочетание тыква и лук невероятно вкусное. Заворачиваем рулетик. Края можно вот так вот подлепить. И теперь аккуратно все это дело формируем. Духовку я уже включил на 200 градусов. Пускай разогревается. При этой температуре и будем выпекать. Желток и немного молока, чтобы смазать наши багеты-пироги. Перед выпечкой делаем несколько надрезов, чтобы все-таки на багет было очень и очень похоже. Последний штрих в виде кунжута сверху и в духовку. Выпекаем минут 25-30. Аромат по кухне, мама дорогая! Как же это вкусно пахнет, друзья! Все, вытащил, выложил на решетку, чтобы наши пироги, наши багеты остыли. Не уходите, сейчас покажу, что там внутри. Такая выпечка хороша в любом виде, друзья. И горячая, и холодная, и вот теплая. Очень вкусное тесто, море начинки, ароматной, вкусной. Все, как мы любим. Так что повторяйте на здоровье и приходите к нам завтра. Будем с вами кудесничать снова.